Друзья, всем привет! Вы на канале Авторынок Владивосток Зелёный Угол. С вами я, его ведущий Дед Мороз. И вы на новом шоу, которое называется «Право руля». Шоу, в котором мы обсуждаем праворуки автомобилей, а также путешествия и другие аспекты жизни. Сегодня у нас на обзоре вот такой прекрасный Honda Fit 2008 года, друзья мои. 1.5 RS барабанные тормоза. Посмотрите, какой красавчик, друзья мои. Итак, друзья, всем привет! Сегодняшнее видео мы начинаем вот с такой необычной картины. Пейзаж, конечно, зашкаливает. Дерево, танки вон под заднем фоне. И, как обычно, сегодня у нас Honda Fit на максималках, можно сказать. Сейчас я вам расскажу про этот автомобиль, потому что в последних видео, где я снимал машину на зелёном угле с ценами от миллиона и выше, все очень писали, что дорого-дорого, давай подешевле. И с помощью наших подписчиков, которые участвовали в розыгрыше 1000 рублей, которую я, кстати, отправлю очень скоро выигрышному кандидату, он предложил название, получается, праворуля. То есть в этой рубрике мы с вами будем обозревать праворульные машины и путешествия. Праворуля, кстати, название хорошее, он за это получит 1000 рублей. И спасибо от меня. Сейчас мы приступим, друзья. Ну, пока что давайте вот так вот сделаем внешний обзор автомобиля. 2008 год, ребят. Кстати, вот владельцу я принёс шоколадки. Покажи, какие. С мороженым, да? Не, не с мороженым, просто с шоколадкой. Не, вкус мороженого. А, вкус это зелёный чай, типа. А, там внутри, знаешь, что я такие ел эти? Мармелад, короче, в шоколаде это. Вот, я вспомнил по-русски, как называется. Давайте, друзья, сегодня, сейчас немножко ближе познакомимся с Honda Fit. На самом деле, я в YouTube посмотрел, почему-то обзоров на Honda Fit вообще их просто нету. Там два каких-то обзора, там и то вообще там какая-то левотня непонятная. Начнём с того, что машина 2008 года, то есть машине уже 11 лет, и вот так я по кругу хожу. В принципе, для машины, которая 11 лет, она выглядит, в принципе, стильно, солидно и более-менее симпатично. Да, то есть не скажешь, да, что машина там 92-го года какого-то. То есть если скажешь 2013-го, то так сразу и не выкупишь, по большому счёту. Дальше, что мне нравится, для этого года, смотрите, повторители в ушах, стойки, видите, уже стекло, ветровички, обвес, колёса, губа, бампер штатный, да, это? Это АТРС, ну, АТРС-комплектация, на ней идёт штатный такой бампер. Да. На обычных витах другой, и пороги штатные. Пороги тоже штатные, вот, друзья, с порогами машина вообще смотрится интересно. На самом деле, в нашем городе, вот смотрите, мы снимаем, у нас тут асфальт вообще неровного этого. Типичная сзади тебя, типичная русская двор. Типичный русский двор, друзья мои, вот яма, я сейчас ногу поставлю, чтобы вы понимали, да, просто ты едешь по дороге, ну, вы же тоже в России, может, смотрят меня там с других стран, просто вот булыжники валяются, вот это вот по этим дорогам приходится ездить, поэтому обвес, если вы где-то живёте там, прям в сельской местности, то обвес на самом деле будет немножко, мне кажется, неактуальным. Ну, он у меня как раз по кругу, вот, чуть-чуть подкосан. Под шарпан, да. Ты уже, короче, познакомился с русскими дорогами, познакомил вот этого японского самурая маленького, самурайчика японского с вот этими... Ну, я летом на дачу каждую неделю езжу на нём, поэтому по-другому никак. Ребят, видите, я только сказал про дачу, вот всё-таки налог дачных курсов будет, кстати, с этого года какой-то там хотят везти. Ну так, ребят, давайте ближе к делу. Получается, если мы берём штатного фита, то у него высота от самой нижней части до земли 150 мм, то есть 15 см, что, в принципе, по Ивлеевой, по теории Ивлеевой проходит, вот, но вот уже, знаете, вот уже на минималках, можно сказать. Так же у нас что ещё? Многие... 8 свечей, да, у тебя в этом моторе? Нет, 8 это... Это в 2003-м, да. А здесь сколько? Это на прошлом кузове и на 1.3 мотор. Да, на 1.3. Здесь 6? Тут 4. А, 4, то есть было там в ряд 2, да. 4 свилиндра, 1.5, 120 лошадиных сил, друзья мои. А в предыдущем кузове, вот, это уже второй рестайлинг, второе поколение, в предыдущем кузове, получается, у нас была такая ситуация, что было аж 8 свечей, и что-то они там стоили тоже там по 400 рублей, то есть тупо поменять свечи, стоило бы, например, вам 8... И 8 катушек. И 8 катушек часто ломались, да. Также, друзья мои, хочу вам... Так, сейчас что-то съёмка мигает, почему-то закончится время, или что, непонятно. Если закончится время, друзья, то мы продолжим снимать дальше, не переживайте, да. Ну, сейчас со мной посмотрим. Я поставил самую мощную съёмку на телефон. Так что, друзья мои, ожидайте. Да, всё, по 5. Просто когда видео в маленьком разрешении, то оно по 10 минут, а когда в большом разрешении, по 5 получается. Поэтому, друзья, смотрите, давайте начнём. Открой капот. Сразу мы посмотрим подкапотное пространство. Расход данного автомобиля, друзья мои, составляет в реальности летом 6 литров, зимой где-то литров 8, да, я так понимаю? Ну, если по-честному, для подписчиков. Ну, может даже быть и 9, если по пробкам стоять. Видите, друзья, у нас самый честный канал. Может быть даже и 9, видите. Вот что значит честность. Честность – лучшая политика. Если вы соберётесь, друзья мои, чинить что-то, то вам нужны руки не такие, как у меня толстые вот эти, вот эти, ручища вот эти, да, вот. А вам надо какие-то изящные пальчики пианиста, потому что, ну, куда-то туда вот пролезть, это, возможно, составит вам… Ну да, вот свечи, они, получается, находятся за мотором, то есть в той щели внутри. Ага. И нужно вот дворники снимать, вот это всё снимать. А как дворники снимаются? Ты снимал уже? Да, вот… А, заглушка. Вот это заглушка. Вытаскивается дворник? Под ней болт, да, и снимается целиком дворник. Ага, и просто вот эта вот сама панель пластиковая, ты её поднимаешь? Да, она тоже на клипсах снимается, и уже тогда легче подлезть. Да, дальше, друзья мои, то есть это всё-таки поменять свечи в этом составляет, ну, какую-то сложность, да, то есть? Ну да. То есть не просто что-то взял, там, выкрутил, поменял. Не как на Королле 90-х. Ну, Королла 90-х, ребят, легендарная машина. Так, смотрю, тут у тебя что-то конденсатор, да, какой-то? Это предохранитель на сабвуфер. Предохранитель на сабвуфер, да, на усилитель. У меня такой же стоит толстый шнур, здоровенный. Так, аккумулятор маленький, да, здесь какой объём? Ну, стандартный, он 46, может, где-то так. То есть, ну, малюсенький аккумулятор такой, на самом деле, он размером вот так, если, как рука, да, грубо говоря? Ну да. Следующий момент, что ещё может составить трудность владельцу, давай вот так, сходу, сходу, вот кто захочет покупать, что вот можно, с чем столкнуться? Ну, вот свечи поменять, просто я, про свечи это всем известно, вот вариатор, все боятся, говорят, что он ломается, там, что-то ему будет. Ну, у меня прошлый вот фит был на вариаторе, на нём сейчас сестра моя ездит, он уже, ну, в семье больше трёх лет, и с вариатором вообще никаких проблем не было. Так, а на каком пробеге ты его купил? Где-то под 300 был пробег. Под 300 тысяч? Это только на приборной панели. Ребят, вы слышите, как говорит этот коренной владивостокчанин, это только на приборной панели, вот он, адекватный человек. Друзья мои, тут, да, тут... Ну, сейчас уже где-то, наверное, может, 350. 350. Ну, то есть, скорее всего, если у тебя вариатор и ломался, его менял кто-то до тебя. Ну, да. И сам... Мотор там родной, и он ходит нормально. Мотор, масло не жирует, ничего нормально с этим? Нет, нормально. Так, расход больше, чем у этого, на литр можно. Да, с вот этим вариатором были какие-то проблемы, может, что-то там, не знаю, пиналось, толкалось, что-то там, жужжание какое-то. Нет, всё отлично, не пинается, ничего. Вот ты когда машина... Все плавно ездишь, как бы, мне больше даже, чем их самое нравится. Да. Он экономичнее и, ну, плавнее езда на нём. Следующий вопрос. Давай ещё вот такой вот, раз мы затронули автомат. Ты вообще менял жидкость в автомате, либо... Сколько стоило? Ну, я меняю сам, а сама жидкость стоит где-то почти 4 тысячи. Это... 4 литра. А, 4 литра, 4 тысячи, и как раз 4 литра вмещается. Ну, чуть меньше. Чуть меньше, ну, то есть, запас остаётся, да, ещё. Так, что ещё из таких моментов? Ну, это у вариатора, как бы, особенность такая. То есть, если автомат, можно, ну, многие не меняют по 100 тысяч ездить, не меняют жидкость. А, ну, вариатор лучше 20 тысяч. На вариаторе, да, надо раз, ну, в 20, может, в 30 тысяч. И, там, или по времени, либо по пробегу, либо год, что-то такое. Ты вообще, вот, перед покупкой, ещё такой момент, да, ты перед покупкой тестировал ли, тестировал ли данный автомобиль? По поводу вариатора именно, потому что тут, в принципе... Ну, проехался только сам, как бы, посмотрел, насколько он плавно работает, и всё. А на диагностике, на какие они ездят. То есть, по сути, ты взял, ну, давай так, откровенно, кота в мешке, если взять уже по большому счёту. Потому что вариатор, он стоит, ну, 10 тысяч, и поменять, там, ну, 5, или я могу сам поменять. Понятно. И, соответственно, относительно цены машины, это не так много. Так, давай теперь самое интересное, друзья, мы подошли уже, можно сказать, к середине, к экватору нашего шоу «Правая руля». Скажи, пожалуйста, сколько обошлась тебе данная малышка? И долго ли ты её искал? И с какой попытки ты её купил? То есть, сколько машин до того, как, ну, взять эту, ты, получается, смотрел? Ну, посмотрел двух фитов до него. Они были подороже, состояние было у них похуже. У них уже были они чуть ржавые, чуть погнившие по днищу. Извини, перебью. Толщина металла. Ещё в интернете все жалуются, что якобы тонкий металл, что-то там тонкое, у кого-то толстое, вот это, знаешь, опять. Ну, да, это на всех же новых машинах так. То есть, ну... Это не фит, это конкретно все новые машины такие. То есть, у тебя нет такого, да, что ты, допустим, с утра просыпаешься, бутерброд ешь и думаешь, блядь, тонкий металл. Тонкий металл, да? Нет такой мысли, да, у тебя вот? Друзья, ну, кто пишет в интернете вот эти отзывы про тонкий... Да, друзья, кто пишет эти отзывы про тонкий металл в автомобилях, там, какой-то громкий пластик, там, или некачественный, да, вот, на приборной панели. Я вот на машине на своей вообще не трогаю приборную панель, вот сверху вот это, да, вот, где под лобовым стеклом там только пыль копится, и то я там, я даже её не мою. Там, на мойке иногда раз в месяц там её смахивают, и всё. Тонкий металл, почему? Потому что машина, бюджетный вариант, ну, сами подумайте, какой смысл на лёгкую. Кстати, данный автомобиль весит 1 тонну 60 кг. Да. Да. То есть, соответственно, на тонну веса зачем делать машину тяжелее, она же будет хуже, сам понимаешь, ну, тяжелее, больше расход. Да, и по сути, и по сути, на самом деле, друзья, давайте так, сейчас машины, вот, если мы рассматриваем бюджетный, а это видео я снимаю именно для тех, кто хочет бюджетный автомобиль, потому что на последних роликах, где машины по 1 250 000, я сказал, что их покупают для такси, все сказали, что это очень дорого, что у меня просто крыша едет, поэтому, друзья, сегодня для вас, вот, мы снимаем бюджетный автомобиль, мы с тобой, я тебя перебил, будь любезен, скажи, пожалуйста. Да, про цену. 390 000. 390 000. То есть, по сути, ты взял с третьей попытки автомобиль, ну, он был не идеальный, я так понимаю. Ну, ты сел в него, были какие-то вот жесткие недочеты, которые вот, или он, чем он выделился на фоне двух других, которых ты не купил, только кузовом? Я говорю, те были, да, подржавевшие, а так все то же самое. По сути, без разницы, да? Ну, и плюс, этот был РС, а те не РС, те обычные полторашки. А чем отличается РС от не РС? Ну, только обвесом. Ну, салон чуть другой, там красная строчка на сидушках, на руле, обвес, да, и ходовка у него чуть пожестче. Короче, отличается, а, кстати, по ходовке. Многие еще в интернете эксперты мягкости, которые постоянно, знаешь, на этих, на воздушных подушках по акватории этих рыбаков снимают, вот тоже. МЧС? Ну, МЧСники я их называю, пацаны, лайк ставим, кто-то МЧС лайк, быстро погнали. Пишут, что жесткая ходовка. Хочется вот посмотреть вот сюда, вот сказать, жесткая ходовка, да, вот у вас жесткая. Тут яма, пацаны, у меня пол ноги, понимаете, я проваливаюсь. Ты будешь ночью идти, тебе ноги оторвет. Вот эти жесткие ходовки. Ну, скажи честно, по жесткой ходовке она реально жесткая? Ну, мне нравится такая. Ну, нет, вот жесткая. Вместе сравнивать с Крауном, потому что жесткая, а так вполне нормально. Ну, давай так, для малогабаритного легкового городского автомобиля. Ну, вот ты проедешься на Короле и сядешь на Фитат и не заметишь. Разницы нету, да? Да. Ну, то есть, по большому счету, если ты не какой-нибудь там ценитель мягкости, то знаешь, что ты... Ну, если ты ездил там год на Крауне и сядешь на Фитат, то ты, конечно, ну, что-то заметишь. Что-то, конечно, у тебя в жизни за год поменялось, раз ты с Крауном пересел. Да, друзья, минутка юмора. Ну, поэтому, смотрите, значит, жесткость это субъективное мнение, на которое я все-таки ставлю то, что машина все-таки легковая, легкая, малогабаритная, но она маневренная. Она маневренная, то есть жесткость относительно, конечно, если вы говорите... Кому-то нужно одно, кому-то другое. Да, это разное, это просто такая машина, то есть это недостаток. Просто вы такую машину и покупаете, она именно такая есть. Давай перейдем в салон и посмотрим, что у нас есть в салоне. Итак, друзья, мы в салоне. Напоминаю, что нужно поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий. Кто напишет какой-нибудь комментарий, прям так, слово в слово, я поставлю лайк. Давай немножко расскажи нам про салон. Ты говорил, что он чем-то отличается от версии не RS, а это RS. То есть у тебя здесь уже салон такой велюр. Да, тут видушки другие, вот красная строчка. Подожди, так, где красная строчка? Сейчас на видео что-то плохо видно. Видно, да, видно, кстати, сейчас вот видно. Она есть, да, такой. Идет на обычных, вот эта панель не фиолетовая, она еще на солнце перламутром красиво переливается. А идет вот серая, вот такого цвета, вот эта вся панель. Ну, по сути, только если грубо сказать, отличается обвесом, по технике ничем не отличается. То есть чуть пожестче стойки. Чуть пожестче стойки, да. Давайте дальше. Магнитофон штатный стоял у тебя или... Нет, стояла штатная магнитола, но там только диски можно было считывать. В 2019-м в Японии до сих пор в новых машинах диски стоят. А кассет уже нет? Кассет уже нет, они до сих... Слава богу, что нет. Я видел на Lexus RX 2009 или 2010 года, там кассеты можно стоять. Вот это, друзья, это тоже лайк. Это олдскульщики, пацаны, олдфаги. Так, магнитофон Pioner получается. Знакомый, кстати, Pioner похожий, вот как у меня в машине стоит. Ну, это поновее. Ну, да, да. Скажи, пожалуйста, Bluetooth все есть, все работает? Да, Bluetooth, камера заднего вида. Сколько обошелся? 11500. Включи камеру заднего вида. Ну, чтобы проверить. Сейчас закружится. Такой звук приятный. Тум-тум-тум-тум. А, нормально, слышали? Отлично, все, камера. Так, потом на приборном, здесь у нас климат-контроль, да? Здесь, здесь климат-контроль, да, вот экранчик на полторашках, вот такой красивый, то есть все тут отображается у него. В принципе, нажимает мягко, да, я так слушаю, ну, ничего нет. Ну, да, 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 а на 1.3 там такие крутилки, ну, как на старых, например. Следующий вопрос, вот на руле кнопки-то показал. Это музыка переключается. А, то есть ты все-таки музыку с климат-контроля, да? Это мультируль. Да, вернее, с мультируля ты уже можешь регулировать музыку. Да. Не включай только музыку, ты сейчас нам это, да, забородят нам видео. Так, ребят, так, ребят, следующее, давай на приборную панель мы переместимся. Расскажи, пожалуйста, что у нас на приборной панели и до какого максимума ты разгонял машину. Вот 180 гонял, честно скажу. Ну, чуть больше даже разгонялся. Чуть больше разгонялся, да. Штраф приходил? Нет. Молодец. Аккуратно. Молодец. Вот это мне аккуратно. Ну, это, конечно, плохо, это мы не поддерживаем. Мы поддерживаем, да, это все вымысел, вообще это видео, это кино, это фото-монтаж. Я 200 ехал, но это в игре было. Знакомый есть блогер один такой, да, я зафер, я так зато выгорнул. Так, получается, тахометр слева оборот 8000 получается. Ну, тут бортовой компьютер, можно пробег смотреть сколько. Покажи нам. 178-2000. Давайте так, даже если ты реальный пробег автомобиля, не скрученный, хотя мы точно знать не можем, может быть все что угодно, как понимаете. Вариатор работает легко, не толкается, не пинается, никаких проблем нет, да, с машиной? Все отлично, да. Все отлично, сидушки электро или нет? Нет, механические. Вот я, что я уже это самое, переигрываю немножко. Пищалки, музыка. Эту музыку я сам менял. Ну, у меня штат, наверное, была совсем плохая, и я поставил хорошую музыку. Так, пойдем теперь посмотрим багажник. Итак, друзья, мы с вами переместились в багажник, это уже, можно сказать, финальная часть нашего видео. Машина, на самом деле, я читал, что и сноубордисты ее любят, и на дачу ездить, и груз даже в ней возят некоторые, как где работы. В принципе, багажник для такого автомобиля, вот, он, в принципе, довольно-таки большой. Посмотрите, здесь стоит здоровенный сабвуфер, и еще место есть. Может быть, немножко помешает вот эта полукруглая крыша, да, то есть, здесь-то ровно, тут... Но, на самом деле, в принципе, если так вот посмотреть сходу, то сюда легко можно что-нибудь большое положить. Ну, то есть, холодильник небольшой какой-нибудь такой, знаешь, ну, как есть такие. Вот. Изофикс крепление есть? Да. Для детей. А давай, можно заднюю сложить, не закрывай только, мы заднюю сложим. Вот, кстати, давай я покажу усилитель. Вот, ставил музыку когда, еще не до конца закрепил, вот, под сидушкой вот так спрятан усилитель. Блин, ну, у тебя золотые руки. Удобное место. Да, пионер, все по ханшую, ага. Так, а что я тебе заказывал какие-то для фита? Что мы делали? А это для того фита, для сестры. А, что там было? А там сидушка, вот так она болталась очень сильно, и там... Прокладок не было. Как они? Ну, короче, шайбочки там, они стерлись, я их заменил, но перестал. Все, все отлично, просто тычнил. Так, друзья, вот смотрите, да, мы можем, например, сюда положить снаряжение для сноуборда, лыжи. Можем сюда положить какой-то шкаф здоровенный, да, вот, по большому счету. В чем мы все можем еще положить? Ну, вот так вот, на вскидку. Ну, холодильник... Ну, куча съемок, если на отдых ехать. Ну, если вдвоем, естественно, ехать. То есть, ну, мы берем для двоих. То есть, если все-таки... А, если вы едете с семьей, то вы можете одну-то положить... Одну сложить. Одну сложить, да, вот это, то есть втроем, а вот это останется. То есть, в принципе, по багажнику, на самом деле, машина очень-очень вместительная для... Опять же, для своего размера. Друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы можете купить сейчас за 390 тысяч рублей. Кстати, ты когда машину покупал? Летом, вот, полгода назад. Полгода назад. И сейчас ты смотрел вообще в дроме, они в цене выросли, не выросли, то есть... Да, плюс-минус так же. Плюс-минус, да. Но мне нравятся больше всего вот эти вот накладки, задний бампер. Он, конечно, вообще прям вытягивает, особенно вот эта штучка. Ну, это редкий очень, таких в городе редко встречишь такую накладку. Да, друзья мои, смотрите. А, кстати, мороз как заводится? Вот еще момент. Хорошо. Хорошо заводится? Есть проблем, да. С автозапуска заводишь или... Нет, с сигнализации. Все, пишут, что еще в интернете, что якобы 1,3 долго греются, а вот именно полторашки нормально греются. Что типа 1,3 мотор там... Нет, это не знаю, может быть. А у тебя тот фит 1,3? 1,5 тоже. А, ну вот, видите, умный человек. Друзья мои, 1,3 лучше чуть-чуть доплатить, согласись, или по такой же цене взять больше мотора. Он больше расходовать не будет, но зато будет мощнее ехать и поинтереснее. Так, давайте сейчас, наверное, снимем проездочку. Ну, вообще... Стой, 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 стой. Еще вообще... Я просто забежал вперед. Скажи, пожалуйста, какие варианты ты вообще рассматривал при покупке машины за эти деньги? Королу Аксию я смотрел. Ага, почему не взял? Ну, потому что она как будто какая-то таксистская машина. Таксистская, да. Не как будто, да. Не хотим никого обидеть, ну, друзья. А так, ну, просто у меня до этого был фит, и... Ну, поэтому взял фит и особо ничего не рассматривал. То есть, просто на самом деле у тебя был определенный бюджет, у тебя уже был хонда фит, ну, старого поколения, самого первого. И ты просто решил попробовать, чем отличается, грубо говоря, усовершенствованное второе поколение. Что тебе, вот, лично тебе отличается от нового поколения, от старого? Что вот необычного? Ну, чуть помощнее он, надеюсь, лосядиных сил. Ну, это особо незаметно, расход чуть меньше. Ну, и то, что машина новее, она тише в салоне, плавнее едет. Ну, это... Ну, новее оно, как бы, все это и понятно. По большому счету, ну, и еще все-таки хочется сказать, что чем машина старее, тем меньше вариантов найти живой экземпляр. Ну, да. Потому что люди пишут, вот я тоже в Дроме читал, что говорят, там, по 10 машин смотрят 2003 года, не могут ничего выбрать, и что-нибудь другое берут. Потому что, ну, нереально найти машину уже, чтобы она там была, ну, не битая, там, жестко, да. Ну, на фитах-то все равно спокойно ездят, поэтому, может, их еще и можно найти. Кстати, еще пишут, что на фитах, вот, допустим, очень редко кто-то писал, гаишники за год его ни разу не... Тебя часто гаишники останавливают? На этом меня один раз только останавливали. Да? Я вот полгода езжу. Только один раз за полгода? Да. Друзья, то есть, ну, напишите в комментариях вообще, как часто вас гаишники останавливают, потому что, на самом деле, вот результат, полгода одна остановка. В принципе, что ты можешь посоветовать владельцам Honda Fit или, допустим, что-нибудь рассказать еще интересное? Интересное напоследок? Ну, кто сомневается, выбирая там между какими-то хэтчбэками, то не сомневайтесь, берите фит. У него недостатков таких нету. Ну, опять же, маленький, ну, клиренс относительно маленький, но, в принципе, он высокий. Ну, это на любой легковушке такой. Да, да, плюс еще маленький расход бензина. Да. Налог сколько, кстати? Около тысячи. Тысяча рублей, друзья, налог, это вообще. Страховка сколько стоит? Страховка... Ну, страховка, она выше, от человека зависит у нас больше, чем от машины. Ну, ладно, и сколько? Да давай, на такого человека, как ты. Одиннадцать, что ли, или десять тысяч? Блин, я вчера сделал... Это без ограничений. А, без ограничений, как это хорошо. Так, друзья, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии, передаем привет. И самое главное, чтобы вы купили за 390-420 тысяч в 2019 году. Машина 2008 года, хочу напомнить, резина здесь у нас... Какой? 15-й? Да, ну, 16-й. А, 16-й колеса. На 16-й колесах нормально, в принципе. Ну, так все. Вот, в 16-й колесах все нормально. Ну, что, это диски не очень мне нравятся, хочу на лето покрасивее что-нибудь взять. Ну, давайте пожелаем удачи в комментариях, подпишемся на канал, поздравляю всех с прошедшим Новым Годом, с Рождеством. В этом году будет много всяких разных новых интересных вещей. До скорых встреч, друзья мои. Что не скажи еще? Еще забыл сказать, что на РС дисковые тормоза сзади. Это вот большая редкость. Кстати, я читал, что все пишут, что надо было назад не барабаны поставить. Я забыл, я это тоже смотрел. На этих, на 1.3 барабан, да? А на РС как? На 1.5 не РС, обычный 1.5 тоже барабан. Барабан, да, да, да. А вот дисковые очень редко сзади встречаются. Так, друзья, ну все, давайте, видео затянулось. До встречи в новых видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока!